В 2007 году участок земли размером 66 гектаров уже был определён как промышленная площадка, на территории которой планировалось разместить производственное предприятие в сфере биотехнологии. Тогда, в 2007 году, была сделана неудачная попытка частных инвестиций на эту территорию для создания инженерной инфраструктуры, для проведения геодезических, земельных, проектно-планировочных работ. С тех пор, в течение 10 лет, городу не удавалось сделать каких-либо существенных шагов по развитию этой территории. В апреле 2017 года город Пущино был включён в государственную программу предпринимательства Подмосковья, которая принята с целью создания индустриальных парков на территории Московской области. Вчера решением Совета депутатов приняты соответствующие изменения в городской бюджет. Нам выделяют более 14 миллионов рублей в этом году для того, чтобы на этой территории провести инженерно-геодезические исследования и разработать проект планировки территории. Как отметил глава города, включение Пущино в программу с государственной поддержкой повышает инвестиционную привлекательность данной территории, на площадке которой будет обеспечена развитой инфраструктурой, разместятся новые производства. Индустриальный парк мы создаём и развиваем совместно с Министерством инвестиций и инноваций Московской области, Корпорацией развития Московской области. Индустриальный парк будет преимущественно биофармацевтическим, учитывая особенность нашего города, учитывая то, что основой нашего города является биологический научный центр. Иван Витальевич рассказал, что выделены средства для первых этапов работы. Уже восемь резидентов проявили интерес к размещению своих объектов на территории индустриального парка. Считаю, что главная проблема нашего города – это недостаток, отсутствие необходимого количества рабочих мест. Наш город изначально был создан как научный центр, изначально дотационный, не способный зарабатывать денег. Наша главная задача – изменить эту ситуацию. Для этого нужны производства. И мы к будущим производствам предъявляем по большому счету два основных требования. Первое – оно должно быть преимущественно биологическим, либо биофармацевтическим. Второе – это будущее производство должно быть экологически чистым. Глава города подчеркнул, что создание индустриального парка с новыми рабочими местами позволит сделать Пущино экономически самодостаточным. И сейчас при поддержке государства уже сделаны реальные шаги к решению этого вопроса. Татьяна Смирнова, Александр Сущенко, Тимофей Акимов. ТВС. Пущино.